Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! Хочу представить вашему вниманию результаты работы, посвящённые исследованию активации АБЦ-транспортеров под воздействием протеосомных ингибиторов бортозамиба и крафиозамиба. Ингибиторы протеосом сейчас применяются при лечении множественной миеломы. Ножественная миелома — это клональная позмоклеточная опухоль кровотворной системы, занимающая структурой злокачественных новообразований гемопоэтического ряда до 10%. В норме фазматические клетки, которые являются терминально дифференцированными В-лимфоцитами, занимаются синтезом антител. Клетки множественной миеломы также сохраняют высокий синтетический уровень и характеризуются постоянной продукцией парапротеина, дисфункционального иммуноглобулина, что делает эти клетки особенно чувствительными к нарушению в системе деградации белка. Одним из основных путей деградации белка в клетке осуществляется с помощью протеосом. А протеосомные ингибиторы, блокирующие их активность, уже 15 лет являются основным компонентным противомиелом на терапии. На сегодняшний момент в клинической практике применяются три ингибитора протеосом — бортозомиб, эксозомиб и крофилзомиб. Бортозомиб был зарегистрирован в России в 2005 году, а эксозомиб и крофилзомиб в 2017 и 2016 соответственно. То есть два последних препарата относительно недавно вошли в клиническую практику. Бортозомиб и эксозомиб являются производными барониковой кислоты, которые обратимо ингибируют β5 и β1 в субединице 26С-патросомы и иммунопатросомы. Эти препараты близки по химической структуре, но отличаются у фармакодинамики и фармакокинетики. Кофилзомиб относится к производному эпоксимицина и необратимо ингибируют β5 и β2 в субединице 26С-патросомы и иммунопатросомы. Сейчас бортозомиб входит в первую линию терапии множественной миомы, а эксозомиб и крофилзомиб во вторую и предназначены для лечения рецидивирующей либо рефракторной множественной миомы. Ко всем этим препаратам в течение времени может возникать лекарственная устойчивость, механизмы которой до конца ещё непонятны. Одним из основных механизмов лекарственной устойчивости опухолевых клеток является повышенная активность белков семейства АБЦ-транспортеров, таких как перликопротеин, кодируемый белком АБЦ-Б1, белки семейства АБЦ-Ц, белок АБЦ-Ж2, BCRP. Перликопротеин участвует в транспорте многих клинически значимых субстратов, таких как противопухолевые препараты, антибиотики, антидепрессанты и анальгетики. В основном это незаряженные или положительно заряженные молекулы. Уровень базальной экспрессии АБЦ-транспортеров в опухолях может в значительной степени различаться. Влияние экспрессии перликопротеина на возникновение устойчивости к протасонным ингибиторам продолжает исследоваться. Поэтому целью нашей работы стало изучение роли АБЦ-транспортеров в формировании лекарственной устойчивости к протасонным ингибиторам в клетках множественной миомы. В нашей работе мы использовали три клеточные модели, отличающиеся по первоначальному уровню экспрессии перликопротеина. Первая клеточная модель — это клетки К562-АС9 и их устойчивая к бортозамилу пара К562-АС9 и Лукейт. Клетки К562-АС9 получены путём трансфекции клеток К562 ретровирусной конструкции, несущей ген АБЦ-Б1, кодирующей белок перликопротеин. 90-95% популяции клеток К562-АС9 гиперэкспрессируют перликопротеин. Клетки К562-АС9 характеризуются наличием устойчивости к доксорубицину, который является субстратом перликопротеина. Далее из клеток К562-АС9 путём длительной селекции с повышающимися концентрациями бортозамила была получена сублиния К562-АС9 и Лукейт, устойчивая к бортозамилу. Также мы получили устойчивые к протасомным ингибиторам сублинии из клеток множественной миомы РПМА-8226 и АМА-1. При этом в клетках РПМА-8226 изначально перликопротеин на уровне белка не экспрессируется, а в клетках АМА-1 10% популяции экспрессируют перликопротеин. Из клеток РПМА-8226 была получена устойчивая к бортозамилу сублиния РПМА-8226-БТЗ, а из клеток АМА-1 были получены две сублиния, одна из которых была устойчива к бортозамилу, а другая к профилзамилу. Далее полученные пары чувствительных и резистентных клеток были охарактеризованы по уровню устойчивости к патеросомным ингибиторам и доксорубицинам, изменению экспрессии генов АВЦ-транспортеров и экспрессии перликопротеина. На следующих слайдах представлены данные по чувствительности к патеросомным ингибиторам и доксорубицинам исследованных клеточных лимитов. Мы обнаружили, что клетки К5-162-АС9-Люкейт с исходной гиперэкспрессией перликопротеина приобрели 10-кратную устойчивость к бортозамилу и кексизамилу. Однако устойчивость линии К5-162-АС9-Люкейт к доксорубицину не увеличилась. Стоит отметить, что сублиния К5-162-АС9-Люкейт продемонстрировала самый высокий и стабильный уровень устойчивости к ингибиторам протасом по сравнению с другими сублиниями. Клетки РПМА-8226-БТЗ, устойчивые к бортозамилу, приобрели перекрёстную устойчивость ко всем ингибиторам протасом, но не к доксорубицину. Наибольшую устойчивость РПМА-8226-БТЗ продемонстрировала кексизамилу в 7 раз, тогда как к бортозамилу устойчивость была только в 4 раза. Клетки РПМА-1-БТЗ, устойчивые к бортозамилу, также приобрели перекрёстную устойчивость ко всем протасомным ингибиторам, но не к доксорубицину. Также как и РПМА-8226-БТЗ, они показали наибольшую устойчивость к иксизамилу. На следующем этапе нашей работы устойчивости линии АМА-1-КФЗ не приобрели перекрёстную устойчивость к другим ингибиторам протасом, но продемонстрировали устойчивость к доксорубицину. На следующем этапе нашей работы мы оценивали изменение экспрессии генов круга МЛУ, таких как АВЦ-Б1, АВЦ-Ц1, АВЦ-Ж2 и МВП. На рисунках представлено соотношение экспрессии МРНК этих генов, чувствительных и устойчивых к протасомным ингибиторам линиях клеток. В сублинии РПМА-8226-БТЗ и АМА-БТЗ экспрессия МРНК АВЦ-Б1 упала в 2-2,5 раза. В сублинии КП-162-АС9-ЛУКЕЙТ и АМА-1-КФЗ наблюдалось достоверное увеличение экспрессии этого гена. При этом надо отметить то, что в сублинии КП-162-АС9-ЛУКЕЙТ отмечено лишь двукратное увеличение его экспрессии, так как в сублинии АМА-1-КФЗ его экспрессия в среднем выросла в 40 раз. Надо отметить, что даже краткосрочная инкубация в течение 24 часов чувствительных клеток АМА-1 с графилзамибом приводила к повышению экспрессии АВЦ-Б1. Также мы предполагаем, что наблюдаемое небольшое повышение экспрессии АВЦ-Б1 в клетках КП-162-АС9-ЛУКЕЙТ в отличие от других сублиний, устойчивых к бортозамибу, где наблюдалось снижение экспрессии этого гена, может быть связано с тем, что КП-162-АС9-ЛУКЕЙТ является трансфектантом и сильным промотором гена АВЦ-Б1. Экспрессия гена АВЦ-Ж2 увеличивалась в двух из трёх устойчивых к бортозамибу сублиниев, а также в сублинии АМА-1 КФЗ. Таким образом, в исследованных нами устойчивых к протеосомным ингибиторам сублиниев мы наблюдаем существенное изменение экспрессии генов АВЦ-Б1 и АВЦ-Ж2. На следующем этапе мы анализировали изменение экспрессии П-гликопротеина на поверхности клеток. Мы показали полное отсутствие экспрессии П-гликопротеина на поверхности клеток линии RPMI-82-26 и RPMI-82-26-БТЗ при длительном и краткосрочном воздействии бортозамиба. Мы также пытались в краткосрочных экспериментах индуцировать экспрессию П-гликопротеина в этих клетках с помощью доксорубицина. Но П-гликопротеин не начал экспрессироваться, несмотря на наличие достаточно высокого его количества МРНК. В клетках К-562-АС9 белок П-гликопротеин экспрессируется на высоком уровне, более чем 90% популяции клеток. А в клетках К-562-АС9-ЕУКЕЙТ есть тенденция к его небольшому уменьшению до 80% популяции клеток. В клетках АМА1-БТЗ и АМА1-КФЗ изменения экспрессии П-гликопротеина соответствовали его изменению на уровне МРНК. В клетках АМА1-БТЗ его уровень упал с 10% до 5%, а в клетках АМА1-КФЗ увеличился с 10% до 20%. Это соотносится с данными, что сублиния АМА1-КФЗ приобрели устойчивость к доксорубицину. В заключении можно сказать следующее. Бартизомиб способствует формированию перекрестной устойчивости к протасонным ингибиторам, тогда как профилзомиб этим свойствами не обладает, по крайней мере, на ранних этапах формирования устойчивости. Степень устойчивости к протасонибу в резистентных сублиниях примерно одинаковая, а к эксцезомибу в два раза выше по сравнению с протасонибом. Предварительно можно сказать, что клетки устойчивые к профилзомибу возрастают в экспрессии П-протеина как на уровне МРНК, так и на уровне белка. Бортасониб же чаще приводит к подавлению экспрессии П-протеина. Я хочу выразить свою благодарность соавторам этой работы Валетиной Лидии Александровне и Барышевой Елене Максимовне. Спасибо за внимание.